Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 89-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке мы будем рассматривать с вами меню, виджет меню. Вот такое боковое меню, прокручиваю сайт меню, у нас прилеплено к левому краю. Ну, вообще можно прилепить его к верхушке прям дальше. Самая главная здесь особенность. Вы видели вообще когда-нибудь, чтобы хоть один виджет меню мог вам предложить неограниченное количество меню? Во-первых, здесь у нас идёт основа. То есть мы не можем повесить ссылку на основные пункты меню. При наведении мыши у нас открываются подменюшки, где уже мы можем повесить либо внутренние, либо внешние ссылки. Цвета все настраиваются. Так вот, данный виджет позволяет неограниченное вам сделать меню. То есть сколько вам нужно, столько вы и сделаете. Я раньше не встречал таких виджетов. Всегда были ограничения на количество меню. Итак, давайте посмотрим, что за замечательный такой виджет это в Adobe Muse. Когда вы виджет установите, раскроете папочку и у вас будет три элемента. Мы сначала вытягиваем вот этот нижний элемент меню. И давайте сразу идём в браузер. Меню у нас прилипает к левой части сайта, но мы можем контролировать высоту. Мы можем прилепить его к самому верху. И мы сразу видим, у нас есть готовое меню и два подменю, которые мы с вами настроим. То есть мы можем, например, прямо вот так вот меню перетянуть к верху, к краю. И меню у нас закрепится наверху. И вы видите, сразу оно вытягивается по высоте до конца. То есть я прокручиваю сайт и меню у нас как бы до конца идёт. Оно никогда у нас не кончится. Вот это подложка, да? Итак, сначала рассмотрим меню. Здесь на самом деле не так всё сложно, как кажется на первый взгляд. Первое, вот этот параметр, вот эти все параметры Box. Смотрите, Line Color, то есть разделяющая линия какого цвета. Давайте выберем цвет. Line Size, то есть толщина линии. Можно управлять здесь. И Line Опастье, прозрачность линии. Background, это заливка. Ну, вы видите, здесь у нас это белое всё. Давайте сделаем это другим цветом. Что мы видим? Мы видим, что основная подложка у нас жёлтая, а меню и кнопка белая. Потому что эти параметры ниже. Как раз таки ниже параметры, вот именно этот весь блок, это у нас основное меню. То есть не вот эта кнопка, где будет меню, а самая верхняя шапка меню. Для этой шапки, вот здесь мы можем выбрать шрифт. Дальше, размер для шапки. Вот как раз таки заливка, вы видите, белая. Сейчас я сменю цвет, и вы увидите изменения. Дальше, текст. Вот этот вот текст, видите, сейчас она стала зелёная, и меню там не видно. Делаем цвет меню здесь. И, соответственно, сам текст пишем здесь. Вот здесь я пишу демо. Всё очень просто. Вы сейчас вот визуально видите, да, как у нас всё меняется. Дальше идут настройки вот этой кнопки бутон, которая при наведении нам показывает под менюшки. Смотрите, там есть иконочка. То есть вот здесь вот мы можем выбрать из списка, из огромного списка, просто гигантского списка, иконку. Дальше, шрифт. Также можно поменять отдельно для этого. Вот вы видите, иконочка сменилась. Там такая Т, буковка, да? Размер для текста я поставлю побольше, 20. Именно для этого текста, на этой кнопке. Соответственно, цвет кнопки, ну, я, например, делаю кнопку тёмно-зелёной. Соответственно, ниже заливка для неё, пускай будет светло-жёлтый. Ну и текст на кнопке меняется здесь. Напишу демо 2. Вы видите прямо здесь, в режиме редактирования, как у нас с вами всё меняется. Ниже, последний, вот этот блок опций, это всё у нас относится к субменю, то есть подменю, то меню, которое у нас всплывает при наведении на вот эти основные менюшки, да? Сразу первое, это идёт шрифт для подменюшек. Размер для всех подменюшек мы выставляем. Ну, я выставлю побольше, 18. И обратите внимание, сразу забегу вперёд, самый последний у нас, именно в этой части виджета, позволяет сделать всего две подменюшки. Больше здесь делать нельзя. Сейчас я вам покажу, как сделать ещё кнопки с подменюшками. Возвращаемся, значит, к третьей позиции, это цвет, текст колор, то есть это цвет для подменю. Вы должны определиться, какая сначала будет заливка для вашего подменю. То есть, смотрите, вот бэкграунд. Например, я делаю каким-то, пускай будет вообще другим цветом. Соответственно, на таком цвете, текст колор, надо что-то тёмное, чтобы было. Беру тёмно-зелёный. И ховер колор, это при наведении, чтобы меняло цвет. Текст. Значит, я беру тот же цвет, только делаю ещё темнее, чтобы виден был эффект. И всё, тут остаётся у нас всего лишь два поля, две ссылки для подменю. Значит, первое, как вы назовёте первое подменю? Я назову демо 3, здесь меняется ссылка. Здесь вешаете либо внутреннюю ссылку, либо внешнюю. Всё зависит от того, какие у вас планы. И линк 2 сразу я поменяю. И название. Линк 2, демо 4. И вот на этом уровне давайте посмотрим, что у нас в браузере. Итак, мы видим с вами подменю. И вот сейчас на ваших глазах вы видели, как я всё настраивал. Вот наше первое подменю. Теперь, как мне добавить новые менюшки сюда? А всё очень просто. Мы обращаем внимание в нашу библиотеку, в эту папку виджета. У нас есть тут ещё два элемента. И вот обратите внимание, здесь написано 2 сублинк и 4 сублинк. То есть в этой части виджета вы можете добавить ещё плюс 2 подменюшки. То есть это основная кнопка, третья будет здесь. И плюс к ней 2 подменюшки. Этот вариант. Ещё одна кнопка. И 4 подменюшки. То есть здесь сделали только для того, чтобы, например, вот вам 4 не нужно. Вам нужно, например, ещё 2. То есть чтобы был выбор. И это ещё не всё. Потом, если вам даже этого не хватит, вы вытяните, например, субменю 4, субменю 2 сюда на холст. Всё это настроите. И вам всё равно будет не хватать. У вас будет больше менюшек. Я покажу, как сделать ещё меню. И после этого как бы уже ограничений не будет никаких. Ну вот давайте вытянем, например, 4 субменю. Вы просто вытягиваете на холст этот элемент. Это маленькая такая вот у нас скобочка. Она может располагаться на сайте просто вот рядом с меню. Можете её расположить и всё. Её видно не будет. Раскрываем настройки. И у нас здесь всё то же самое. Все цвета, все настройки. Мы всё делаем то же самое. Меню добавится. Вы это увидите. Вот даже если я сейчас ничего менять не буду. А сразу пойду в браузер. Вот вы видите, у нас 2 меню. А сейчас вы видите уже 3 меню. Вот третье. Видите, бутон меню. То есть по умолчанию у нас тут всё белое и серое. Вот у нас 4 под меню. Вы теперь понимаете, как это работает. То есть цвета уже я не буду настраивать вместе с вами. Для вас будет домашнее задание для укрепления знаний вот это всё настроить. Здесь всё тоже самое аналогичное, как только что я с вами сейчас настраивал меню. Не вижу просто смысла тратить ваше драгоценное время. Смотрите, что мы делаем дальше. Вот не хватает нам меню. Мы вытягиваем меню, например, 2 ссылки. Просто рядом мы их располагаем. Здесь тоже то же самое. Вот всё настраивается так же здесь. Смотрим в браузере, добавилось ли меню. Мы смотрим, что у нас ещё добавилось меню. Вот 4, а вот ещё и 2. Плюс наше меню. Видите, как всё очень круто получается. И теперь, как ещё сделать меню, если нам не хватает. 4 или 2, неважно. Вы зажимаете Alt, делаете дубликат. Но только помните, вы сейчас не увидите меню, если вы не измените. Вам стоит лишь изменить вот здесь вот название. Какое-то уникальное ещё выбрать название. Так сразу появится этот пункт с четырьмя подменюшками. Давайте это проверим. Пойдём обратно в браузер. И вот вы видите, добавилось демо. Ещё 4. Видите, всё просто. Добавилось вот демо 4. Например, нужно ещё 2 подменю. Вот у нас... Я зажимаю опять Alt, делаю ещё одну подменюшку. И сразу как-нибудь её называю. Смотрим. И демо 5, вы видите, у нас добавляется. Теперь вы понимаете, да? Таким образом мы можем делать неограниченное количество меню. Для основных вот этих пунктов меню, иконки, все можно поменять на уникальные свои. Из предложенного списка. На этом я заканчиваю этот урок. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok